Доброе утро, коллеги! И у нас в студии во всем городе уже чувствуется новогоднее настроение. Уже начали работать первые елочные базары. Поговорим мы сегодня об этом с Екатериной Шисткой, начальником отдела потребительского рынка, управления потребительского рынка и развития предпринимательства. Доброе утро. Доброе утро, Екатерина. Расскажите, где уже работают елочные базары, где можно купить елку и до какого числа, самое главное, наверное? В этом году елочные базары начали функционировать уже с 12 декабря. На данный момент более 20 мест по городу уже торгуют елками. До 31 декабря включительно елки будут реализоваться. То есть кто не успел приобрести елку 30 числа, в 5 часов вечера 31 может спокойно прийти и купить елку. Елки продаются как на центральных улицах города, проспект Попеды, Некрасова, Фрунзе, так и в спальных районах. Поэтому каждый житель может приобрести себе сосну новогоднюю, если есть желание. Мне всегда было интересно, где берут эти елки и проверяются ли это? Елки, конечно, обязательно. Разрешение на елки получают только те предприниматели, у кого есть сертификаты, разрешение на ввоз и выруб этих елок. Елки везутся в основном из Пензенской области, Ульяновской области. И также в этом году начали реализовать елки, получили разрешение на реализацию крымской сосны. То есть раньше ее не разрешали вырубать, продавать. А сейчас в определенных местах, заповедниках есть разрешение на это у людей. Наверняка у вас есть какая-то статистика. А сейчас огромный выбор искусственных деревьев в магазинах пользуются ли все еще популярностью живые деревья? Если предприниматели обращаются за тем, чтобы получить право реализовать сосну новогоднюю, думаю, что пользуются. Каждый человек хочет создать себе новогоднее настроение, уют дома, запах сосны. Поэтому, да, люди приобретают елки. Это пользуется спросом, активно, видимо, потому что на самом деле елочные базары не уменьшается у нас количество их. Люди создают себе атмосферу дома, а город создает атмосферу на главных променадных зонах. Я знаю, что уже прошел конкурс на предоставление мест для торговли на наших центральных улицах города. Да, сейчас на улице Дувановской организована новогодняя ярмарка. В этой ярмарке будут участвовать объекты общественного питания, будет также реализоваться сувенирная продукция, новогодняя какая-то атрибутика. Будут размещены для деток аттракционы функционировать. В этом году новогодняя ярмарка будет более расширена, чем в прошлой, потому что в прошлом году было 4 всего лишь домика. В этом году предпринимателей больше обратилось, те, которые готовы выполнить условия, чтобы установить домики определенного образца, украсть их в новогодней тематике. В этом году планируется размещение 8 таких домиков. Я помню атмосферу, это неповторимо в прошлом году. Я думаю, все и в Патриице тоже помнят, как это все было прекрасно, красочно. Расскажите, когда начнут работать эти домики и когда закончат? Полностью домики все будут установлены и начнут функционировать 21 декабря. 21 декабря будет открытие зажения нашей городской елки. Всех жителей города приглашаем на это мероприятие и все домики начнут свою работу. На данный момент уже установлено 4 домика, сегодня-завтра еще люди привезут, поставят. Все украшают, начинается активная подготовка. К Новому году готовится у нас не только на улице Дубановской, но и во всех других районах. Я знаю, что проходит конкурс для предпринимателей по украшению витрин. Да, совершенно верно. С 1 декабря по 15 января проходит конкурс «Новогодняя Евпатория-2020». Условием конкурса является самое главное создать атмосферу для жителей, гостей города, новогоднюю, рождественскую, почувствовать этот праздник. Чтобы участвовать в конкурсе, вам не обязательно подавать заявку, либо обращаться к нам. Специалисты управления потребительского рынка после 20 декабря начинают выезд по городу, проводить мониторинг объектов, общественного питания, бытовых услуг, также торговли. Самые яркие, красочные новогодние витрины будут отмечены, зафиксированы и награждены дипломами главы администрации города. А по каким критериям их оценивают? Главный критерий – это праздничное настроение, чтобы было создано. То есть, конечно, если просто на стеклышках наклеили снежинки, это не так уж и сейчас как бы неописуемо. Очень большое внимание обращается на то, чтобы было оформление световое, потому что вечером, когда ты идешь по городу, город светится, это как бы создает это настроение, праздник. Также учитывается и внутреннее оформление, и какие-то предприниматели в основном к Новому году делают скидки для людей, чтобы больше зазвать, так сказать, потребителя. Все эти критерии, все учитывается. А кто чаще всего украшает свои витрины? Чаще всего украшают предприятия общественного питания, кафе, рестораны. Конечно, у них более все красочно, им, видимо, нужно, конечно же, больше зазвать людей, чтобы их посещали. У них как и внутри кафе и ресторанов всегда красивая атмосфера, так и снаружи. Расскажите, есть еще какие-то льготные условия для предпринимателей перед Новым годом? Я знаю, что будет скоро проходить у нас новогодняя ярмарка в городе. Новогодняя ярмарка будет проходить 21 декабря на территории муниципальной ярмарки проспект Победы, Чапаева. Приглашаем всех предпринимателей принять участие как с продуктами питания, так и с новогодней какой-то атрибутикой, с цитрусами. Обращаться можно в управление потребительского рынка «Революция 50-5», записаться на участие в ярмарке. Всех примут. Ярмарка будет расширенная. Также примут участие крымский товаропроизводитель. Сейчас идет работа по подготовке к этой ярмарке. Так как ярмарка новогодняя, будут праздничные выступления, будет атмосфера хорошая. Всех жителей приглашаем посетить данную ярмарку. До какого числа можно записаться? 21 декабря. Записаться можно до среды. Завтра последний день, потому что нужно готовить списки, людей расставлять. До среды можно записаться. В пользу среди предпринимателей вообще такие ярмарки? Да. Популярно. Очень популярно. Конечно, многие желают поучаствовать в ней, реализовать свои товары. Люди любят ярмарку данную посещать. Приходишь на ярмарку, получаешь новогоднее настроение. Как елку купить можно на ярмарке, новогодние украшения для елки, конфеты, мясо, яйца. Все, что угодно для новогоднего стола также. Спасибо большое, Екатерина. Я надеюсь, наш город будет украшен, будет таким же ярким атмосфером, как и в прошлом году. В этом наверняка будет, конечно же, лучше. Симферополь, пока что передаю слово вам. Расскажите о такой же красочной Симферополе, как и Евпатория в этом году. Настя, большое спасибо. Большое спасибо, Екатерина. В первую очередь, хотелось бы передать вам большой привет от моего соведущего Александра Ткачева, ну и пожелать вам новогоднего настроения и добрых вестей. Напоминаем, на связи был Евпаторийский филиал телерадиокомпании Крым и корреспондент Анастасия Крапивина.